приветствую вас друзья на канале Даниила и Ларисы попался вот нам такой чудесный кусок говяжьей вырезки очень классный на рыбу немножко похож на самом деле это вырезка это вот вдоль позвоночника идет такая как бы она как бы мышца но не совсем мышца она практически не участвует ни в каких движениях поэтому очень нежная решили мы собственно говоря приготовить и познакомить вас дорогие друзья с рецептом ну на мой взгляд самого вкусного стейка самого классного стейка самого нежного стейка филе миньон ну и собственно говоря несколько слов о вырезке кстати мы будем готовить его без гриля сегодня потому что на улице очень холодно противно идет дождь и мы вам покажем как это просто сделать дома в обычной квартире то есть нам не понадобится ни угли не гриль а мы приготовим вот в обычных домашних условиях филе миньон вырезка имеет вот эту часть голову и вот эту часть так называемый хвост так вот филе миньон готовится из средней части вырезки я вообще не понимаю вот как бы на языке людей которые заморачиваются очень крепко по стейкам называется отруб но типа отрубили но по мне это вырезка потому что и никак не отрубишь ее вырежешь что касается что касается самого филе миньон этот стейк не готовится реан то есть не готовится с кровью обычно он готовится либо медиум вэл то есть вообще без крови розовый либо вэлдан полностью прожаренный вот я больше люблю вэлдан я люблю прожаренное мясо но мы расскажем как приготовить и медиум вэл средней прожарки и как приготовить хорошо прожаренный стейк вэлдан и так используем сри а чуть не забыл самое главное сделаем сегодня к этому стейку очень интересный 100 соус значит у нас будет стейк филе миньон под вишневым соусом нам понадобится полстакана красного вина 100 грамм вишни пару ложечек меда пару ложечек кетчупа и немножко крахмала вот точное все описание вернее точные все ингредиенты с количеством вы найдете в описании этого видео дорогие друзья ну и для того чтобы немножко мясо подготовить я использую оливковое масло лариса мне натолкла черного перца не молотый лучше его вот потолочь ступки или просто в кулёщик взять молоточком побить тогда он значительно более пара ароматный и используем дорогие друзья лимончик начнем с того что подготовим мяско я возьму вот отсюда из середины отрежу мы сегодня вдвоем два кусочка где-то по 4 сантиметра 4 сантиметра так вот и вот так вот практически вся наша вырезка на это уйдет из этих частей тоже готовятся стейки называются они по-другому готовятся тоже по-другому кстати в ближайшее время будет заморачиваться но скоро уже сезон барбекю будет открыт я думаю скоро мы получим наш газовый гриль который заказали будем заморачиваться с ферментированием мяса естественно будем снимать тоже об этом слизь отдельные видео посмотрите какая красота вообще просто прелесть она мраморная тут такие прожилочки ну вообще говядина просто потрясающе она должна быть очень очень сочная немножко придавим ее сильно раздавливать не надо я возьму такую вот мысочку чуть-чуть перчика как ароматно будет сбрызну все немножко совсем чуть-чуть лимонного сока много не надо его и оливкового масла и оставим мяско на полчаса на то время как раз которое уйдет у нас для приготовления вишневого соуса поверьте стейк филе миньон с вишневым соусом он немножко сладковатый это нечто но мы с вами посмотрим а естественно в конце я попробую это рекомендую вам сделать точно также попробовать итак друзья приступим к приготовлению соуса полстакана красного вина выпарим на 50 процентов сотейнички просто нагреваем его так чтобы она не сильно бурлила чуть-чуть кипела и выпариваем примерно половинку подготовили консервированную вишню из косточек подготовили мед подготовили ну как бы все ингредиенты я рассказал еще нам понадобится погружной блендер наше винцо закипело добавим вишню и несколько минут проварим нашу вишню в вине буквально несколько минут выключаем нагрев и вооружимся погружным блендером давай мне сюда ручку я подержу его сделаем такие простые движения теперь перетрем нашу вишню ну вот весь этот сиропчик через ситечко мы готовим немножко соуса на 2 стейка и соответственно все ну все ингредиенты в этом рецепте даны тоже на 2 стейка если вы готовите на компанию надо это учесть таким вот образом ложечкой перетеряю перетираем через ситечко чтобы вся вся вот эта вишневая жилейка у нас оказалось ситечки отправляем наш вишневый соус опять сотейник и снова его начинаем подогревать доводим до кипения добавим кетчуп ложечку меда ну как ложечку чайную ложечку меда до хорошенько перемешаем вот теперь доводим до кипения да а потом уже крахмал сейчас друзья доведем до кипения крахмал который мы приготовили заранее разведем несколькими ложечками холодной водички наш соус закипел добавляем на него крахмальчик и собственно говоря вишневый соус друзья готов очень вкусно я его уже попробовал реально потрясный ну и собственно говоря можем приступить непосредственно к приготовлению наших стейков так друзья приготовили мы сковородочку сейчас попросим ларису чтобы она поставила разогреваться и разогрели духовку до 150 градусов приготовим вот такую вот посуду из жаропрочного стекла тоже поставим ее разогреваться наши стейки немножко промариновались решили вдвоем с ларисой внести некоторое разнообразие и один филе миньон сделаем в бекончике обвернем его вот так вот бекончиком получится немножко другой вкус вот тоже так их делают в беконе это можно было выделить в отдельный рецепт и зубочисточками этот бекон с одной и с другой стороны закрепим и не зря зубочисточки обломал чтобы мы смогли со сторон наши стейки тоже прожарить и так раскаляем сковородку буквально а в прямом смысле этого слова раскаляем и переходим к процессу жарки раскалили сковородочку и чуть-чуть ее смажем буквально совсем чуть-чуть растительным маслом то есть не наливаем туда масло именно чуть-чуть смажем сейчас у нас первый этап мы производим запечатывание стейков на раскаленной сковородке вот таким вот образом обжариваем с одной стороны буквально две минутки друзья через две минутки перевернем наши стейки на другую сторону вот таким вот образом это надо для того чтобы у мяса закрылись поры и чтобы оно внутри было совершенно сочное посолим его теперь а кстати поперчим или уже не будем доперчивать я бы еще поперчил немножко и поперчим немного обжариваем также на второй стороне две минутки еще через две минутки перевернем стейки третий раз причем можно это сделать крест-накрест разверни его чтобы был красивый рисунок как положено на стейке ну точно так же со вторым последний раз переворачиваем наш филе миньон даже двух минут не надо уже буквально вот они уже готовы они уже готовы и надо их отправлять в духовку отправляем сейчас в духовочку в разогретую в разогретую посуде но это может любая быть то есть может быть и кастрюлька может быть и сковородка без ручки главное чтобы нечему было оплавиться перекладываем в разогретую кастрюльку которая у нас простояла уже в духовке и помещаем в духовку по времени сейчас я засеку время если мы хотим секунду где мой секундомер если мы хотим medium well то на 7 минут если хотим well done то на 12-13 минут через 12 минут друзья можем доставать стейк из духовки и приступать к сервировке на подготовленную тарелочку выкладываем наш стейк какая красота должен быть очень сочный давай посерединке зачем так можно добавить немножко спаржи жареных грибочков а вообще стейк можно подавать с запеченными на гриле овощами с жареной или запеченной картошкой с чем еще можно ну кстати с запеченной спаржей и наш вишневый соус польем его немножко соусом чтобы было красиво и можем дегустировать друзья в первую очередь разрежем и посмотрим какой у нас стейк на разрезе красота то что я хотел получить именно medium well сейчас фокусируемся вот такой вот прекрасный разрез получился стейка как видите он не пережаренный он именно ну средний даже между medium well и well done 12 минут мы его доводили в духовке и сейчас друзья попробуем итак дорогие друзья два варианта первый который я уже разрезал без бекона но с соусом на вкус прекрасный на вид на вкус просто нежнейшее нежнейшая говядина со сладким вишневым соусом причем соус такой немножко с кислинкой но основной вкус сладкий это нечто и попробуем тот который с бекончиком тоже сразу же разрежу его чтобы увидеть степень прожарки по степени прожарки получили то же самое и отрежу себе вот так вот кусочек с бекончиком этот мне нравится значительно лучше бекон копченый бекон он оттеняет ну как бы или акцентирует вкус говядины ну в общем это нечто по прожарке идеально чуть-чуть розовое мяско в самом центре и как бы ну оно полностью готово естественно как я уже говорил эти стейки не делаются медиум и тем более не делаются я они делаются либо medium well либо well done и вот получилось просто идеально друзья поэтому пользуйтесь на здоровье этим прекрасным рецептом готовьте по нему у вас 100% все получится получится прекрасные стейки филе миньон я вам гарантирую ну у нас же все получилось значит у вас получится подписывайтесь на наш канал чтобы не пропустить новые интересные видео ставьте пальцы вверх если вам понравился наш рецепт а мы будем снимать для вас новые интересные рецепты всего доброго пока